Всем привет! Сегодня у нас сравнение вот такого вот Хайрс термоса и термоса ВИОМИ от КСЯОМИ. Был у нас распаковка вот этого Хайрса и в описании в комментариях Игорь Немцинов или Немчинов, не знаю, как правильно, извините, если неправильно, написал, давай более подробный обзор и сравнение этих термосов. Ну и я не знаю, что здесь более подробно обозревать, давайте просто визуально посмотрим. Здесь у нас есть петелька у Хайрса, то есть можно его повесить, носить. Ну вот, выглядят они вот так, да, то есть немножко уже ВИОМИ. Давайте немного ракурс поменяем вот так. Вот если смотреть, такие вот надписи у ВИОМИ снизу, здесь поцарапана немного, облезла краска, здесь матовое покрытие и не так просто поцарапать. Ну, конечно, если ножом, наверное, поводить, то будет поцарапано. Здесь вот краска облезла, где-то ударились. Далее, крышки у нас вот такие. Давайте попробуем. Вот так выглядит. Поэтому мы сейчас наберем в них воды, замеряем температуру и уже после этого, давайте так, открыли. Дальше теперь ВИОМИ открываем. Так, как он правильно открывается? Ага, вот. Так вот выглядит ВИОМИ. То есть здесь... Вот. Так. Сейчас набрали бы воды. Здесь тоже ничего нет. Вот. Там у нас у ВИОМИ внизу надпись SUS316. У этого, у Хайрса нету никаких надписей. Вот так, немножко ВИОМИ меньше. Так выглядит. Давайте наберем в них кипяток. Проверим температуру. Потом закроем и через несколько часов там с разницей посмотрим, как, где температура меняется. Наверное, лишнего я набрал в Хайрс, потому что крышка, она будет выходить, вода выпадать. Поэтому давайте вначале замеряем, потом я закрою. На внутренней стенке ВИОМИ 81. Ага, то есть я не могу прицелиться так. Ну, 83 градуса. 84. 84,5. То есть свечу я прям внутрь, на внутреннюю стенку пытаюсь попасть. Но оно отсвечивает немного, вода отражает, ну, 85. Давайте теперь все закроем. И через, сейчас у нас 8,48, то есть мы набрали. И сейчас мы все закроем. Через пару часов вернемся и посмотрим, что же, какая температура у нас где была. Ауч! Кстати, за термос можно смело браться. То есть вот этот немного тепленький, не знаю, то есть 34 градуса. А вот ВИОМИ он вообще холодный. Ну, здесь, скорее всего, за то, что кипяток разлился по краям, и может из-за этого немножко тепленький. Но на 5 градусов почти ВИОМИ холоднее снаружи. Так, здесь у нас сколько прольется. В плане того, что... В плане набора лучше ВИОМИ, потому что, видите, мы почти под самый верх налили. Но... Но ни капли не пролилось. Вот, здесь наполнилось немного. Наверное, если бы я здесь пробку открыл, тоже бы меньше пролилось. Ну, давайте закрываем, защелкиваем. Все, закрыли, защелкнули. Здесь тоже мы закрыли, затянули. Сольем лишнее, закрываем. И вернемся через пару часов. Кстати, охладилась крышка. Да, скорее всего, это просто она была немножко теплее, за счет того, что кипяток по ней облился и нагрел снаружи. Я совсем забыл о эксперименте. И уже собираясь, вспомнил, что я вставил вот эти вот штуки. Было это 8 часов, сейчас уже 18. То есть, 10 часов прошло. Ну, я надеюсь, что что-то теплое еще есть. Вот здесь сверху немного теплое. Вот, сейчас проверим, что у нас по температуре осталось и где. В общем, вот, а, удался эксперимент. А, вода в обоих еще горячая. То есть, прошло 10 часов. И давайте посмотрим, попробуем. Вода, по ощущениям, где-то 50, видите, 56 градусов. Где-то 54, ну, свыше 50 градусов. Было 80, да, с чем-то. И стало свыше 50. Вот, здесь у нас... Ну, 46, 45, а вот тоже в одном месте 50, 57 скачет. Попробуем еще, взял вот такую вот чашку. И попробуем из Виоми, из Сиоми выливаем воду. И проверим температуру так. Я думаю, так будет лучше. Не будет отсвечивать. И более честный будет показатель. Итак, 61,9 градусов. То есть, это Виоми 61,62 градуса. Выливаю воду, возьму другую чашку. Взял другую чашку для того, чтобы проверить другую воду. Ну, для чистоты эксперимента, потому что та, по сути, она нагрелась. И, ну, на всякий случай, в общем, взял другую чашку. Вот, давайте теперь наливаем из Каирса воду. Ну, скажу честно, что дотрагиваясь до воды, не могу. Обжигает палец. И в Каирсе 66, 65,8. Видите, теряет, нагревается, наверное, чашка, тепло запирает. И опустилась до 65, 64, 65,2. То есть, Каирс на 3 градуса больше выдержал, чем Xiaomi Виоми. Но оба термоса плюс-минус отличного качества. 50-60 градусов. Достаточная температура для того, чтобы сделать кофе или чай. В эту воду, ну, вот я на секунду могу палец приложить. Но подержать я ее палец не могу в воде. Она достаточно горячая. Подводя итоги, Виоми немножко проиграл по градусам Каирсу. Но в остальном они практически идентичны. За 10 часов температура изменилась на 20 градусов, по-моему. Вот на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!